доброго времени суток youtube уважаемое психологическое комьюнити уважаемые наши видео слушатели уважаемые контрагенты в прошлом видео мы с вами делали общий обзор на все буквально все законодательные акты которые позволяют работать существовать лабораториям психофизиологического обеспечения это было такое официальное видео для наших контрагентов собственно вот это видео тоже является неким продолжением предыдущего прежде всего она для наших контрагентов мы особое внимание в прошлом видео уделили 623 административному регламенту ростехнадзора очень подробно его рассмотрели по пунктам рассмотрели вот этот самый административный регламент касающийся деятельности лаборатории психологического обеспечения вот эти пункты сейчас увидите на своих экранах возвращаться к ним я сегодня не буду а поговорю о не менее важном документе а именно о постановлении правительства российской федерации номер 233 несколько раз в административном регламенте ростехнадзора там были ссылки вот на этот на это самое постановление правительства и в этом виде я хотел бы уделить ему повышенное внимание я его открыл она получена мной с официального источника а именно с информационной юридической информационной системы консультант плюс и вы можете потом повторить мой подвиг о чем идет речь в этом значит постановление правительства вот она так начинается тут приведены противопоказания психические расстройства болезни сердца гипертония ну и так далее и так далее и так далее нас прежде всего сейчас в этом видео интересует то кто должен проходить психофизиологические обследования документ достаточно большой я вы его еще раз повторюсь вы можете скачать с консультант плюс он находится в свободном доступе в интернете даже просто написать значит 233 постановление правительства вы его свободно скачаете что собственно я сделал вам показывание сколько увеличивого размере значит речь в данном видео пойдет о том кто должен проходить теперь проходить психофизиологические обследования ну и давайте посмотрим смотрите документ большой он касается и атомных станций и там перерабатывающих каких-то предприятий эксплуатирующих предприятий нефтегазового сектора и так далее и так далее и так далее и он повторяется в своей структуре обратите внимание тут руководящий персонал по атомным станциям тут руководящий персонал по объектам там каким-то тут снова руководящий персонал руководящий персонал руководящий персонал руководящий персонал Он такой повторяющийся, так скажем, документ. Самое главное, понятно, что мы когда работаем, заключаем договора, у нас много контрагентов. Значит, люди это знают и это понимают. Обратите внимание, вот здесь вот у нас, давайте на примере, на одном из примеров, вы можете сами посмотреть и найти свое предприятие в этом постановлении правительства. Рассмотрим на примере, самом простом, ярком и понятном примере, атомные станции, работники атомных станций. Итак, повторяющийся пункт в этом же пункте по атомным станциям, вот этот первый пункт, ниже там еще много разных других отраслей приведено. Обратите внимание, у меня тут тоже красным выделено, персонал, ведущий технологический процесс. То есть, мы тут с вами видим руководителей, директор, главный инженер, заместитель главного инженера, зам главного инженера по безопасности и надежности производства, персонал ведомственного производственного контроля, начальник отдела ядерной безопасности, отдела радиационной безопасности, начальник ядерно-физической лаборатории, начальник инспекции, старший инспектор по надзору за контрольным оборудованием, старший инспектор по эксплуатации, по всем другим предприятиям, поверьте мне, все то же самое, убедитесь в этом сами, скачайте это, 233-е постановление правительства, убедитесь в этом сами. И самое главное, что для нас очень важно, персонал, ведущий технологический процесс, то есть, оперативный персонал. Нам в наших обследованиях чаще всего приходится сталкиваться с руководством, это, как правило, от 5 до 10-15 человек, ну, как правило, директор, главный инженер, заместитель и так далее, то есть, это 5-10-15 человек, но все почему-то забывают про оперативный персонал, ведущий непосредственно, то есть, представьте себе ситуацию, директор лицензию имеет, главный инженер разрешения и права на работу имеет лицензию, заместители, начальники цехов имеют такие лицензии, там, из этих 10 человек, там, да, они у нас проходят ПФО, получают такие индивидуальные лицензии, разрешение на право работы, но руководители забывают о своем оперативном персонале. Вот, я неоднократно присутствовал на атомных станциях, видел этот БЩУ, площадный сит управления, огромное-огромное помещение, в котором находятся смены, на которые выходят инженеры, и вот они сидят перед этим БЩУ, очередная смена, и дежурят там, не важно какой, на Билибинской, Балаковской атомной станции, там, Кольской атомной станции, не важно, вот они заходят и выходят на эту смену, сидят там 6-8 часов, значит, но они обязаны получать эту лицензию, почему-то руководство предприятий, не только атомных станций, надо сказать, почему я в этом особо, на этом особо останавливаюсь, они как бы забывают, закрывают глаза на то, что у них такие лицензии должны иметь не только они, директор, главный инженер и их замы, ну и персонал, там, смена 10-15 человек, а они по сменам работают, то есть смен несколько, как правило, там, 2-3-4 смены, там, подменные и так далее, и так далее, и так далее, то есть, вот, этих людей предприятия скрывают, или же отходят откатами, будем говорить правду, в России это слово ни для кого не секрет, и так далее, я ни для кого секрета не открываю, все об этом могут почитать в интернете в свободном доступе, соответственно, мы обследуем 3-5-10 человек, работников самого высшего звена, но предприятия отходят от того, анекдот, посмейтесь над моими словами, а потом задумайтесь о всей серьезности ситуации, то есть, случилась в 1986 году, в 1986 году, катастрофа на Чернобыльской атомной станции, установлено официально, что работник, один из работников этой смены, при всех прочих обстоятельствах этой ситуации в 1986 году на Чернобыле, официально в результатах расследования по данной катастрофе было указано, что одной из причин этой катастрофы, одной из причин сопутствующей, было нарушение технологического процесса со стороны операторов вот этой самой смены, то есть, это тот работник, он, как правило, все равно инженер, или даже рабочий на некоторых предприятиях, они сталкиваются непосредственно с опасным производством, они его фактически ведут, этот процесс технологический, да, но предприятие в своем контроле, это опасно для директора, случается еще что-то, на атомных станциях в год, знаете, происходит 4-5 серьезных в год, на каждой из более чем десятка атомных станций в Российской Федерации происходят остановы этих самых реакторов, так вот они и называются, ударение, остановка, да, то есть технологического процесса, нарушение какое-то, и это ни для кого не секрет, опять же, в интернете об этом много написано, но, к сожалению, скрывают этот технологический персонал, который ведет и непосредственно сталкивается с этим, вот этим явлением, он выходит на рабочую смену, понятно, где-то там наверху в кабинете начальники сидят, директора, главные инженеры, начальники этих производств, лаборатории, техники безопасности, но на работу выходят простые работяги, пускай в должности инженера, но будем говорить прямо и откровенно, глядя в глаза, это рабочий персонал, и он тоже должен получать лицензию на право ведения работ в области потенциально опасных технологий, а их от Ростехнадзора скрывают, я знаю, что меня смотрят и представители Ростехнадзора, и они это прекрасно знают, понимают и осознают, поэтому, господа, давайте будем последовательно логичны и заработать в рамках законодательства, как об этом говорит нам Ростехнадзор, контролирующие органы, президент, в конце концов, постоянно об этом говорит, что буквально сегодня посмотрел об этом видео, о безопасности производства и так далее, сколько у нас всяких катастроф происходит, да потому и происходит, что директор и главный инженер получили и прошли, убедились все, что они достойны занимать свою должность, а персонал, который непосредственно ведет те или иные процессы, фиг-то там, извините за нелитературный язык, персонал, ведущий технологический процесс, где-то там, на заднем плане, его якобы не существует, он как воздух, и вот давайте пробежимся, идем дальше, работники предприятий и организаций, эксплуатирующих промышленно-экспериментальные энергетические реакторы, стенды, прототипы и так далее, опять мы с вами видим, руководящий персонал, и рабочий персонал, повтор идет, но это не повтор, это просто работники под пунктом 2, работники эксплуатирующих промышленных предприятий, далее идем, персонал, ведущий технологический процесс, оперативный персонал, далее идем, третий пункт, работники исследовательских реакторов, критических, подкритических стендов, опять директор, главный инженер, и начальники службы безопасности, и так далее, и так далее, и так далее, руководители среднего звена, так скажем, и опять мы с вами видим фразу, персонал, ведущий технологический процесс, рабочие, суда, с ядерными энергетическими установками, руководящий персонал, и персонал, ведущий оперативный процесс, технологические процессы, о них опять забываем, далее идем, суда, то же самое, капитан судна, вплоть до этого, и на этом судне, персонал, ведущий технологические процессы, оперативный персонал, рабочие, смотрим, работники предприятий судостроительной промышленности, руководящий персонал, главные технологии, конструкторы, директора, главные инженеры, и опять персонал, ведущий технологические процессы, а об этом, черт возьми, все забывают, где эти люди, где их рецензии, большой, большой вопрос, у нас более 50 контрагентов, с кем мы сталкивались на протяжении нашей собственной работы, на протяжении 7 лет, как мы существуем, и кто-то соблюдает закон, а кто-то не соблюдает закон, прошел обследование директор и главный инженер, рабочий персонал, опять же повторюсь, фиг-то там, смотрим дальше, седьмой пункт, работники предприятий топливного цикла, с ядерно опасным, радиационно-опасным участками, в частности, лаборатория, наша, моя лаборатория, была создана при таком предприятии, у нас проходит обследование, кто, директор, главный инженер, персонал ведомства производства, и опять идет повтор, персонал ведущий технологические процессы, пункты хранения, вот у нас на Уральске, пункты хранения ядерных отходов, проходят обследование, руководящий персонал, директор, главный инженер и так далее, и так далее, а начальники цехов проходят обследование, обратите внимание, цеха по транспортировке, сбору этих отходов, переработке этих отходов, и так далее, и так далее, и опять, работники предприятий, эксплуатирующих радиационные источники, то есть, рабочий персонал, не руководящий, а рабочий персонал, и это нарушение закона, отсутствие, мы их не видим, этих работников, и это прямое нарушение, за это надо, извиняюсь за выражение, сами знаете, что делать, десятый пункт, транспортировка, ядерных материалов, радиоактивных веществ, или изделий на их основе, опять, мы видим, директора, главного инженера, такие у нас проходят обследования, и персонал, ведущий технологический процесс, рабочий персонал, то есть, бригады, экипажи, там, я не знаю, водители, водители автотранспорта, железнодорожного транспорта, и так далее, то есть, они должны проходить, такие обследования, а по разным причинам, на это закрывают глаза, пытаются уйти, от этой обязательной, и не сложной процедуры, оценки, рабочего персонала, которые непосредственно, 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 сталкиваются с этими ядерными отходами, или продуктами, или приборами производства, и так далее, учет и контроль, 11 пункт ядерных материалов, опять, руководители объекта, руководители служб учета, и опять, мы тут видим, технологические, ну, работники служб учета, ядерных радиоактивных веществ, это рабочий персонал, и так далее, вот этот приказ, четко регламентирует, требования, проведению, медицинских осмотров, и обратите внимание, и психофизиологических обследований, работников объектов, использования атомной энергии, 233 приказ, действующий приказ, от 1 марта, 97 года, он очень важный, мы о нем говорили в прошлом видео, разбирая требования Ростехнадзора, Ростехнадзор все это контролирует, и вот, вновь я обращаю внимание, на этот немаловажный аспект, то есть, речь в этом видео идет о том, что, проходить обследование предприятия, должны не только директор, и его зам, и главный инженер, но, и оперативный персонал, рабочий персонал, персонал, персонал и ведущий технологический процесс, собственно, вот о чем я хотел сказать, уточнить, к своему предыдущему видео, на этом все, благодарю вас за внимание, и удачи вам!